Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как в Самаре формируется культурная среда для детей? Какова специфика работы в театре кукол? И как такое искусство воспринимается детской аудиторией? Об этом говорим сегодня и в нашей студии главный специалист Департамента культуры, туризма и молодежной политики Самары Мария Ионова и художественный руководитель театра кукол Лукоморья Лев Митрофанов. Здравствуйте, Мария Лев Николаевич! Здравствуйте! Давайте начнем с истории театра кукол Лукоморья. Когда он появился в Самаре и как складывалась до этого времени его судьба? Ведем мы отсчет с 1999 года, потому что в этом году именно у нас родился, мы сработали, выпустили спектакль «Кукольный вертеп о рыбаке и рыбке». По сказке Пушкина. Ничего, «Кукольный вертеп» это так, просто технологически у нас получилась, там многоэтажная декорация, как в вертепе. А так все, значит, текст остался в оригинале, все. И вот тогда, общаясь с Пушкиным, да и спектакль начинался первоначальным монологом из Руслана Людмилы «Лукоморья дуб», «Золотая цепь» и так далее, и так далее. И поэтому и название возникло, что ли, само собой, выжило. Хотя был соблазн, вот в момент, когда нас регистрировали в администрацию, был соблазн назвать театр... Домашний, если не шлюсь. Ой, ну ладно, проехать. Но, тем не менее, «Лукоморье» так и осталось. Да. Вот, и с тех пор, ну да, вот, так-то мы вроде сорганизовались. Но были проблемы вот с помещением в Москве, я знаю. Да, до муниципализации, которая произошла в 2013 году, ну, как-то существовали. Существовали, но без своего дома такого, да? Дома делали декорацию, купол. Понятно. Скажите, пожалуйста, Мария, а почему муниципалитет, вот в лице, так скажем, департамента культуры, обратил внимание на этот театр, поддержал его? И что было сделано в последнее время, чтобы придать новый статус, новое дыхание жизни игры и работы вот именно этому учреждению? В последнее время, давайте начнем с того, что в 2013 году театр «Лукоморье» стал муниципальным. Вот до 2013 года в течение двух лет очень часто обращались в администрацию города, в департамент культуры, общественные деятели с просьбой принять этот театр, обосновывая его уникальность, важность, интересность. Естественно, тут же специалисты департамента откликнулись на это обращение. Для начала они ознакомились и с репертуаром театра, и с специалистами, которые в нем работают, влюбились. Я в то время еще не работала в департаменте, но не так давно открыла для себя папку как раз историческую, где находилась вся переписка, все документы, связанные с этим моментом. И, конечно, абсолютно любовные служебные записки от специалистов как раз именно об уникальности, о неповторимости, важности вот этого момента, чтобы принять его в ряд муниципальных театров. И тогда было принято решение главой города сделать театр муниципальным, подарить ему свой дом, чтобы он жил в этом доме и радовал нашу публику. Да. Итак, где же сейчас находится театр, и какое одно из последних торжественных событий произошло вот буквально, так скажем, на днях, а не так давно? Находится на пересечении улицы Рабочей и Ленинской, по адресу Ленинская, 160. И до 3 ноября мы, хотя живем там с 13-го года, приручаем друг друга дома, нас мы дома, 3 ноября мы открыли сцену свою, не театр, потому что театр-то открылся недавно, давно, сцену свою открыли торжественно, хотя спектакли зрители стали приглашать, принимать, показывать спектакли с 24 сентября этого года. У нас 24 сентября как раз подоспел последний премьер, спектакль под названием «Бука». У нас не было спектаклей в репертуаре для самых маленьких, самый маленький это у нас 4 лет, раньше это бессмысленно, в театр водить. Вот так категорично, так интересно. Сейчас же вот смотришь, в 2 года, в 3 начинают иностранные языки учить, а вы говорите в театре. Татьяна, это все центральное телевидение, первый, второй канал, а жизнь идет по всей России, во всех театрах кукол, этот возраст 4 как-то практически уже установился, и по всей России, во всех театрах кукол идет полемика, и каждый родитель говорит, мы ходим, да, 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 но если таких вот умников соберется человек 5, а то есть профессиональные плакальщики. И другим тогда там нечего делать. Ну, конечно, это мартышкин труд, ни себе, ни людям, ни актерам, ни зрителям. Ну, я думаю, что родители сейчас услышат и прислушаются к вашей рекомендации. Да, 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 уже практически уже, что ли, вот. Давайте вернемся к этому торжественному событию, у нас есть сюжет, давайте его посмотрим и потом продолжим, как все это было. Ну, да. У театра «Лукоморья» была долгая дорога к своей сцене. 17 лет спектакли играли в музеях, домах культуры, детских садах и школах. И, наконец, появился свой, такой уютный и буквально сказочный дом. Фасад отреставрировали за счет инвесторов. Деревянный особняк в Старой Самаре помогает театру создать и особую атмосферу. Уникальность театра «Лукоморья» в особой камерной и даже семейной обстановке. Некоторые спектакли играют прямо в фойе, вот здесь, за столом. К искусству артисты театра относятся очень трепетно. В зрительный зал нашу съемочную группу с камерой не пустили, потому что любой лишний шорох или свет может разрушить особую творческую атмосферу. Зал совсем небольшой, но именно это позволяет артистам наладить контакт с детьми. Здесь каждый участник спектакля. Здесь как-то все так плотно, и зритель близко, и актер близко. Актер может делиться какими-то своими эмоциями, то есть все как-то очень более уютно. И это дает, в свою очередь, нашим зрителям более тонкое, глубокое прочтение того материала, который они смотрят. Ну и, естественно, развивает и душу, и сердце, и чувства у наших маленьких зрителей. Жизнь бурлит и в творческих мастерских. Новые куклы по-домашнему уютные, сделанные по технологии валяния из шерсти. Чуть позже они займут свое место на новой сцене в спектакле «Царь Салтан». Он обещает быть особенно красочным. Творческих идей в Лукоморье достаточно. В столярной мастерской уже создают декорации для городка из табакерки. Итак, что же произошло? Чем был дополнен, театр наполнен в последнее время, Мария? Что нового? И вообще, конечно, у театра кукол есть своя специфика. Там и сцена другая, и зрительный зал должен быть, даже и артисты там другие, и куклы. Ну, более конкретно, конечно, Лев Николаевич может рассказать, но стоит отметить о том, что дом, в котором поселился театр, изначально не был приспособлен ни под театр, ни под театральный коллектив, там не было сцены. Это был обычный маленький деревянный домик. Примерно структуру этих домов знает каждый житель Самары. Структуру его, похожую, сохранил домик Ленина, который находится практически по диагонали от театра Лукоморья. Да, как бы интересно сказали, домик Ленина. Да, но он маленький, и там же целый квартал, такой игрушечный, Лавк Рытикова, да. Очень игрушечный квартал со своей атмосферой, сохраненной резьбой, с цветом. Ну, потрясающий. Своя атмосфера уже, подходя к театру, сохраняется. Так вот, реставраторы и руководство театра смогли сделать из этого домика настоящий, да, свой городок в Табакерке. Там своя сцена, небольшая, свой зрительный зал, 24 посадочных места. Притом, очень близко находятся дети и зрители, взрослые зрители к самой сцене. Такое ощущение, как будто дети носом водят по этим куклам, они могут очень близко к ним пододвинуться. Или те спектакли, которые проходят в фойе, дети фактически вовлеченные участники того действия, которое происходит. Им руку протянуть, они могут дотянуться вот до этого волшебства. Это что-то уникальное. А на кого вы ориентируетесь? На какую публику, Лев Николаевич? Вот вы создали определенную атмосферу, и вы ждете публику свою. Вот кто ваша публика? Мне не первый раз такой вопрос. Потому что мы говорили до эфира, и вы сказали такие интересные мысли. Я хочу, чтобы вы их озвучили, что именно эти люди и есть в вашей публике. Ну это, да, относительно бабушек, мамы, пап. А иногда спрашивают конкретный вопрос, на какой возраст рассчитан ваш... Ну это вы уже выяснили, что это после четырех. Нет, Татьяна, все-таки на какой возраст? Вот буквы у нас рассчитаны от четырех там и дальше. А вот военная тайна мы пишем в афише от десяти. Потому что там свет, иногда темная музыка, иногда громкая. У нас, например, в военной тайне звучит музыка группы Pink Floyd. Да. Стихи Высоцкого. То бишь, какая-то подготовленность человека должна быть. И вот тогда зрителя, я, например, ну в искусстве много субъективного, имеет право на это, вот. И когда мне говорят, для какого возраста, я говорю, для людей. Должно быть осознанное восприятие, да? Нет, Татьяна, зритель отличается... Маленькие от... Взрослые от детей отличаются только опытом жизни. А театр основан на чувствах. Понятно. А чувства-то... Зло, грубость, нежность, любовь. Ребенок же тоже чувствует. Так же одинаково, как взрослый. Только он какие-то мысли, там, я не знаю, идеи, ну, фразы, там, я не знаю, понимает по-другому или не понимает, потому что у него жизненный опыт. Все. И тогда вот мы, возвращаясь к до... К вопросу о публике, да. О зрителе. Мы стараемся делать спектакли, чтобы для детей, и военной тайны для детей, и Бука, там, за исключением, допустим, «Маленького принца», когда мы однозначно пишем спектакль от 18 лет, но это уже, считай, взрослый человек. То есть мы пытаемся делать спектакли, чтобы и родителям, бабушкам, дедушкам, то есть взрослым, людям, которые сидят в этом же зрительном зале, был тоже свой интерес в этом наивном, простом сюжете. Так это в любом взрослом спектакле, я не знаю, зрители приходят с разной искушенностью, с разной... Спектакль-то как слоеный пирог. Кто-то снимает самый верхний слой, кто-то, ну, глубже, глубже, там, добирается до, я не знаю, вишенки, которая там внутри. Да, серьезный подход, Лев Николаевич. Так обыкновенный, Татьяна, обыкновенный. Вы, как-то это, если театр кукол, то да-да-да-да-да-да. Да, вот я вот поэтому и констанавливаю, что... Да нет, Татьяна, ну, 2016-й год. Нет, это же замечательно. Да, Мария, скажите, пожалуйста, вот то, что у нас такое количество театров, именно кукол, в Самаре. Два. Два, вот именно, я про это и говорю. Это достаточно для миллиона и двухсот тысяч жителей города, на ваш взгляд? Ну, начнем с того, что Самара, в принципе, очень богата театрами. И предложения для детей есть практически в каждом взрослом театре. В театре опера и балет есть детские музыкальные спектакли. Самарт тоже готовит потрясающие спектакли для детей. Камерная сцена имеет свой репертуар, витражи и многие-многие другие. И поэтому, в принципе, с одной стороны, действительно, самарская публика удовлетворена количеством. Дело в том, что здесь говорится в первую очередь о разнообразии. У каждого свой жанр, каждый работает в своей манере. Театр кукол работает в традиционной, в классической, всем нам с детства привычной, радостной манере исполнения. Театр лукоморья несколько иную планку взял для себя. Действительно, это детские, но это и взрослые спектакли. Как говорит Лев Николаевич, совершенно разные эмоциональные уровни берется. И когда я прихожу в театр лукоморья, к сожалению, не на всех спектаклях была, я ухожу, с одной стороны, счастливая, как ребенок, потому что я увидела куклы, игру с ними, я увидела это взаимодействие живого человека с уже одушевленным предметом. А с другой стороны, я, как взрослый человек, получаю свою эмоциональную пищу, потому что когда в пьесе «Военная тайна» по мальчишу-кибальчишу, которого мы все наизусть с детства прекрасно знаем, мы слышим, как уже сказал Лев Николаевич, музыку Пинк-Флойду, у нас идет свой уже эмоциональный настрой. Поэтому, я думаю, здесь говорить о присыщенности самарской публики теми или иными предложениями совершенно нельзя, потому что такое разнообразие дает, наоборот, расширение возможностей даже для самого зрителя, для его роста эмоционального и интеллектуального. Понятно. Зачитаю один отзыв из интернета по поводу вашего театра. Хочу, чтобы вы его прокомментировали. Отличный театр, достойная альтернатива областному театру кукол. К сожалению, пока нет так много постановок, пунктуация сохранена и так далее. А какого времени? Это конец 2015 года. Конец 2015 года? Нет, большой репертуарный. Ну, вот впечатление зрителя. Мы, когда 24 сентября начали играть в своем здании, вообще как-то раздумали. Ну, так-то реально собрать зрителей субботу-воскресенье. Но если областной театр кукол субботу-воскресенье работает стабильно по два спектакля, то мы, когда задумались, то на один-то, что ли, по одному спектаклю в день, один в субботу-воскресенье, и то не вдруг набрали. Постепенно, буквально вот с 24 сентября, прям заметно приток зрителей, работает пусть всякая реклама сарафанной радио. А это все потому, что нас вообще в принципе в городе не знали, не знают. И вот сейчас важно, чтобы о вас услышали, и будут зрители, будут и постановки. Мне хочется узнать, как вы выбираете материал вот этот постановочный? Татьяна, постановки зависят не от зрителя. Я вернусь к этому комментарию. Мало постановок – это то, что просто мы нигде не играли. Мы играли до этого времени по садам, по детской школе. Я не знаю… Такая гастрольная больше деятельность. Да, да, да. Он где мог узреть, я не знаю, где он мог уловить там, по городу. Вот. А репертуар у нас строится, скорее все-таки, можно так одним словом сказать, на классических произведениях. Это Пушкин, это вот тот же Адоевский городок в Табакерке. Это, ну… Классика. Андерсон в основном, классика, да? Ну, Андерсон, ну, классика разве что, своеобразная классика. Ну, да, ну, Андерсон, ну, да, народные сказки. Потому что сейчас такие новоделы. Новые переключения Колобка. Да. Это… А сюжет, он такой, бабушка, дед с бабкой испекают не Колобок, а гамбургер. Да. Вот. Да, это мне заинтересно рассказывала как-то… А, журналистка из, по-моему, из российской газеты. Ну, это вот недавно говорит, Леонид Николаевич, вот были… И вот, да, вы не объясните, почему гамбургер-то, вот, или что-нибудь, я не знаю, новодельное. Сейчас ведь жители интернета – все писатели. Да? Да? А вы держите такую вот классическую позицию. Воспитывать? Да, просто, знаете, у актеров, вот у старых актеров есть, ну, такие слова и такое понятие. Этот текст вкусно в рот брать. Да. Понимаете? Да, да, да. Ну, просто на вкус и цвет. Абсолютно, да, конечно. А то, что сейчас, я говорю, в интернете же… Там не стиль. В любом тексте, особенно в стихах, есть ритм, мелодия. В прозе есть мелодия. Экзюпери – своя мелодия, у Гоголя вот такие абзацы. Да, да, да. Да, и, кстати, вот вы сказали про актеров. Ваши актеры, вашего театра – это профессионалы? Вот, потому что это же для театра Гоголу нужно специальное образование, не то, что вот артистическое, просто артистическое. Ну, специальное, да. Как вы с этим справляетесь? Специально. Ну, вот буквально в августе этого года у наш трубу пополнился наш труб, пришли в нее двое молодых актеров из Екатеринбургского театрального института, да, с кафедры театра кукол. Да, они заточены, выучены, ну, то есть у них в дипломе образован актер – кукловод. И, конечно, это имеет значение, потому что все-таки кукла, хотите, не хотите, на сегодняшний день много, что ли, актер театра кукол играет и как драматический актер, то есть без куклы. Ну, все-таки без куклы в театре лучше не обходиться, потому что это превращаться в еще один драматический театр, ну, не что, я знаю, самостоятельный самодостаточный вид искусства. Вид – это не жанр, это вид искусства, драматическое искусство, оперное искусство, искусство театра кукол, самодостаточный. И тогда кукла, в театре кукол, хотите, не хотите, инструмент, как у скрипача скрипку, пианиста пианино, у живописца кисть, там, инструмент, конечно, им надо владеть. И оживет этот инструмент или нет, вот в лице куклы, зависит от артиста, конечно. Ну, конечно, да, конечно. Особой специфики не стоит тут вот умалять, что ли, это искусство, особо, если артист, в принципе, по природе артист, Герд в свое время говорил, Герд – это актер театра образцов, ну, в общем, известно, говорил, что актер, по природе способный актер, может освоить куклу в процессе репетиций над одним одного спектакля. Нет, это реально, реально. Просто, когда я беру в руки куклу, у меня объект переносит, у нас средство выразительности от моих рук, ног, переносится вот в этот объект, у которого там, зависимо от разной технологии, перчатки, тростевые, там, что-то шевелится, движется, и я этим сам, я этим руковожу, куклу вожу, руковожу. Все зависит тоже от актера. Если нет, так уж и хоть какую там совершенную куклу. Да, понятно. Вот я хотела у Марии поинтересоваться, вот в формировании городской культурной среды, театры, кукол, они какое место занимают? Своя особенная миша, конечно. Потому что, вот, Департамент культуры, вы же всем занимаетесь, и у каждого, наверное, свое определенное место. Вот какое отношение именно к театру кукол складывается? Ну, это вот доказало последнее, то, что такая поддержка, да, что обратили внимание, поддержали. Понятно, что... Нет, если говорить объективно, принципиального выделения, конкретного учреждения из ряда других не существует. Если мы занимаемся курированием деятельности музеев, то для нас они, в принципе, в своем отношении, в своей работе, в своем отношении к ним одинаковы. Другое дело, когда ты работаешь конкретно с этими людьми, с этим директором, с этим художественным руководителем, с этим материалом, выстраиваются особого рода отношения. Ты знаешь, как нужно выстраивать свои взаимоотношения с этим учреждением, с этими людьми, и какая помощь, может быть, им нужна конкретная, адресная, от тебя, куратора, от тебя, специалиста. Понятно. Только вот выстраивая личные отношения с учреждением. Да, я вас услышала. Лев Николаевич, вы сказали, что, так посетовали, что о вас мало кто знал, и поэтому, как бы, не было такого своего большого зрителя и постановок и так далее. Вот что касается вашей фестивальной деятельности, участия, может быть, в конкурсе, продвижения, популяризации театра, чем вы намерены заниматься в этом отношении, чтобы у вас был свой зритель, публика, чтобы о вас слышали и так далее? Будет вот это? Или нет? Или пока таких планов нет? И опять же, вот, Департамент культуры, вы поддержите вот в этом отношении? Мы, наоборот, только всегда поддерживаем инициативу театров ездить на гастроли, показывать себя, развиваться. Это же совершенно другой опыт для любой театральной труппы. Поехать и показать не в своей зоне комфорта, а выйти немножко из нее и показать себя другим людям, другому зрителю. Это же, по-моему, всем известно, что зритель в Самаре отличается от зрителя в Ульяновске, в Москве, а уж тем более от зрителя, допустим, в Штутгарте, где вообще русского языка не понимают. Поэтому здесь мы только поддерживаем со всех сторон, если есть такая возможность. А есть такие планы, Олег Николаевич, как вы смотрите на такое? Честно, на сегодняшний день таких планов нет. Но нужно. Понятно. Популяризировать или там, я не знаю, продвигаться еще в Самаре можно, так как мы только что открылись. И самое главное, я считаю, пока, что ли, театр не в том состоянии, чтобы вот уж так хвалиться. Пока? Вот так. Пока только вот что имеем. Это скромность. Нет, это не скромность, это действительность. А потом самое главное, Мария Владимировна, Татьяна, любая фестиваль, стоит прочитать условия проживания, питания, там, на месте. Да, да, да. А едут люди за свой счет. Это люди, это декорации, это очень недешевое предприятие. Особенно на сегодняшний день, надеюсь, всем все понятно. Да, конечно, конечно, да. Ну, просто вот хотела услышать вашу позицию. Лев Николаевич, очень мне интересно, почему куклы? Вот вы выбрали куклы, почему? Я? Лично? Да, вот лично вы. Вот что такое, почему куклы? Вот я сейчас с вами разговариваю, вы артист. Ну, да, да, конечно. Вы до такой степени иронимый, вот как я недавно услышала, голокожий. Вот есть такое выражение, что вот страшно прикоснуться. А вот и куклы, вот вы... Да, да все само собой, все случайно в жизни. Хотя там... Хотя говорят, случайностей не бывает, да? Ну, да, что-то из чего-то возникает. Да, я, конечно, в детстве хотел быть похожим на Ланового. Не больше, не меньше. По телевизору. Это хороший следил. По телевизору его смотрел, слезами обливался. И после... Да, и с первого по десятый класс ходил в драматический кружок. Сначала в детский, в юношеский, во взрослый. И потом после... У меня не было проблемы, кем стать, летчиком. Причем у меня было время выбора. Я параллельно в театральный ходил и в спортивную гимнастику. И потом мне тренер, как уже говорят, меняй коньки на санки. Сказал, ну, ты выбирай. Потому что у меня дни стали совпадать. Выбирай, говорят, ты что. И я, как сейчас помню, задрав ноги вот так уголком на кровати, ни туда, ни туда не надо было идти. И я выбрал. Забросил, значит, перестал ходить в спортивную гимнастику. Выбрал. Вот. В общем, после десятого класса... Да, очень коротко, потому что две минутки остались. Я пошел в то время в драматическом театре набирал, значит, монастырский, в Тюзи-Лабач, главных, набирали себе студентов. Я ни туда, ни туда не прошел. Ну, сейчас понимаю с моей, значит, внешностью, мелкостью внешность. Ну, в драматическом театре, что там, фигурки какие-то. А у меня друг к этому времени работал в Самарском областном театре. Он говорит, Лёвка, идем. Говорит, а куда? Знаете, да ну, хоть и рабочим сценой. Я пошел рабочим сценой в этот областной. Там полгода про меня учеником, актером, а потом в армию там. И после армии Ренц Роман Борисович, довольно известный в те времена, четвертый, может быть, по счету по России, после образцового мастер, приехал сюда, набрал, создал студию, обучались. Вы туда попали? Да, вот, к сожалению, нет времени. Понятно, да. И ни разу в жизни не пожалел, как вы говорите, почему куклами ни разу в жизни не пожалел мне этого вот запроса. Это очень хорошо. Ну, просто вот, есть же и своя философия у кукол тоже. Вот, если вот в это вдаваться, можно размышлять. И дальше у нас, к сожалению, не остается времени. Мария, просто хочу, чтобы вы прорекламировали, что можно увидеть, когда прийти, вот именно... Так у нас сайт есть, на сайте есть. Да, вот, пожалуйста. У Каморьи, в поисковике забиваешь, и сразу первой строчкой он выходит. Я насколько... Вот что порекомендуете, вот вы как зритель? Ну, опять-таки... Мария Владимировна. Я считаю, что можно идти смотреть все, и для взрослых, мы уже говорили, военная тайна, новый спектакль для детей Бука, по-моему, в эти, в ближайшие выходные, да, он будет показываться. Городок Табакеркино, насколько я помню, в следующие выходные будет показываться. Есть потрясающие спектакли с отличным юмором, например, Петрушка Рататуй. Это такой площадной, музыкальный, с большим количеством кукол. Так что, да, идти смотреть все. Все, спасибо большое. Прекрасное завершение программы. Успехов и удачи вам, продвижения, любви публики. До свыше четырех лет. Спасибо большое. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!